Рыбки обычно выпрыгивают из аквариума, когда ощущают постоянный дискомфорт. Причиной может быть перенаселение аквариума или не самое удачное соседство с другими видами рыб. Если рыбка постоянно чувствует себя, словно в час пик в метро, или страдает от преследований более крупной рыбы со скверным и хищным характером, рано или поздно ее очередной рывок к более-менее безопасной части пространства может стать прыжком из аквариума. Рыбку способен напугать не только другой обитатель аквадома, но и другой проживающий в квартире питомец. Например, кот, который с интересом стучит лапками по аквариуму. Теснота и неудачная форма аквариума тоже действуют на рыбку угнетающе. Небольшая шарообразная емкость подойдет разве что для одной рыбки петушка. Старайтесь при выборе аквадома останавливаться на вариантах в форме куба или параллели пипеда. Рыбки должны иметь возможность плавать и разворачиваться без риска удариться о стенки аквариума. В противном случае крутой разворот может привести к прыжку на волю. Стрессовую ситуацию может спровоцировать неудачное расположение аквариума в доме. Сквозняк, прямой солнечный свет, постоянно хлопающие двери, включенные на всю катушку радио или телевизор явно не способствуют умиротворению. Установите аквариум в тихом углу, куда не проникает солнечный свет. Еще пару слов о свете и освещении. Настраивайте освещение в аквариуме с учетом того, какой образ жизни ведут его обитатели. Не нужно яркого света днем, если основная активность ваших рыбок приходится на поздний вечер. Не забывайте гасить свет на ночь. Если чувствуете, что валитесь с ног от усталости, сперва выключите свет в аквариуме, а потом уже прилягте, буквально на одну минутку. Рыбка может неистово рваться на свободу из-за плохого качества воды. Загрязненная, бедная кислородом, перегретая или слишком холодная вода заставит любого питомца почувствовать себя не в своей тарелке. И прежде всего это связано с состоянием оборудования. Необходимо проверить фильтр, обогреватель, аэратор на предмет бесперебойной работы и отсутствия повреждений. Если что-то из перечисленного отказало, аквариум довольно быстро станет непригодным для проживания и заставит рыбку колесить по аквариуму и прыгать. У рыбок, которые обитают в верхних слоях воды в аквариуме, больше шансов нечаянно оказаться за пределами аквадома. Есть виды рыбок, которые совершают прыжки из-за наследственной предрасположенности, их предки так ловили насекомых и спасались от недругов. Петушки, даня, пицилии, африканские и американские цихлиды и другие виды рыбок как раз руководствуются памятью предыдущих поколений, когда прыгают из аквариума. С такими питомцами необходимо следить, чтобы крышка аквариума всегда была закрыта. Но об этом подробнее в следующем разделе. Устанавливайте качественное оборудование и регулярно проверяйте, по-прежнему ли оно отлично работает. Термометр поможет контролировать температурный режим. Своевременные подмены сохранят свежесть воды в аквариуме. Непременно отстаивайте водопроводную воду перед добавлением в аквариум, используйте кондиционер для воды для улучшения ее качества. Запаситесь капельными тестами, чтобы вовремя обнаружить присутствие опасных для рыбок нитритов и нитратов. Избегайте обилия освещения, внешних стрессовых факторов, которые могут угнетать рыбок. Оцените габариты своих подопечных. Не пора ли расселить их, оборудовать еще один аквариум. Если вы заметили, что нескольким мелким рыбкам стало совсем не в моготу от соседства с крупными особями, пришло время отсадить кротких малышей. Не исключено, что нехватка корма провоцирует вражду между питомцами. Начать более обильное кормление не составит труда, но соблюдайте меру, лишний вес рыбок до добра не доведет. Лучше всего рыбок внутри аквадома удержит крышка для аквариума. Всегда оставляйте между водой и верхней границей аквариума зазор в 8-10 сантиметров. В таком случае велик шанс того, что рыбка выпрыгнет из воды, но не ударится об крышку, при ее наличии, и не вылетит за пределы аквадома, а просто сделает танцевальная пан от водой. Некоторые аквариумисты считают, что на роль крышки сетка на аквариум подходит куда больше. Вопрос в том, насколько это безопасно для маленьких рыбок. Для особей покрупнее покровная сетка действительно может быть хорошим решением. Позаботьтесь о наличии растений на поверхности воды. Они сделают аквадом уютнее и станут хорошим естественным барьером для любителей выпрыгивать из аквариума. Подойдут растения вроде пистии, лимнобиума побегоносного. Но что делать, если уже случилась беда, если рыбка выпрыгнула из аквариума, а вы нашли ее рядом на столе или на полу. Даже если инцидент произошел практически у вас на глазах, кожные покровы рыбки не пересохли, она дышит и в целом выглядит совершенно нормально, рыбку нельзя тут же возвращать в аквариум. Падение из аквариума – большой стресс, к тому же, мы мало что можем сказать о возможных внутренних повреждениях. Рыбку нужно пересадить в отдельную емкость с водой из аквариума. А еще лучше, отправить рыбку приходить в себя в аквариум-отсадник с хорошей, но не мощной фильтрацией. Вернуть рыбку к обычной жизни можно будет дней через пять. Если после падения из аквариума уже прошло какое-то время, чешуя рыбки успела подсохнуть, питомицу надо постараться реанимировать. Приоткройте ей рот пинцетом, при помощи аквариумной воды и пипетки промойте жабры. Еще вариант – в отсаднике с аквариумной водой, а также с фильтрацией и аэрацией, легонько удерживая рыбку в руке, водите рукой с рыбкой по кругу, но двигайтесь всегда по направлению вперед, чтоб не повредить жабры беглянки. Нахождение вне аквариума ослабляет организм рыбки. В следующие несколько дней внимательно наблюдайте за подопечной. В случае ее недомогания максимально быстро консультируйтесь с ветврачом и приступайте к лечению. Желаем, чтобы вашим рыбкам всегда было уютно в аквадами и чтобы даже самые экстремальные приключения всегда заканчивались благополучно. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк.